ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕФИМОВ Неоценимый вклад в победу над фашизмом внес командир штурмового инженерно-саперного взвода Вадим Ефимов, вставший на защиту своей родины Он родился 20 июля 1923 года в городе Борисоглебске Воронежской области В 1930 году его семья переехала в Тамбов, когда он закончил школу началась Великая Отечественная война В июле 1942 года линия фронта приблизилась к городу и Вадима Ефимова призвали в армию Его направили в военно-инженерное училище Весной 1943 года в учебном заведении оставили только наиболее физически крепких курсантов для специальной подготовки Их формировали в штурмовые инженерно-саперные бригады, прообраз сухопутного спецназа Они предназначались для прорыва мощных укрепленных вражеских оборонительных полос и взятия городских укреплений Ефимова учили владеть автоматом, финским ножом, снайперской винтовкой, противотанковым ружьем, ручным пулеметом Дегтярева, различными видами гранат, зажигательными бутылками, приемами рукопашного боя В ноябре 1943 года он был направлен на Западный фронт, где его определили командиром инженерно-саперного взвода в 3-ю штурмовую бригаду В конце того же месяца в районе поселка Осинторф участвовал в сражении по владению первой полосой вражеской обороны с прорывом проволочных заграждений Боевое крещение прошло удачно, хотя вражеские траншеи взять не удалось, но никто из взвода не погиб, благодаря стальным нагрудникам, от которых отскакивали вражеские пули Позже Ефимов со своим подразделением перешел в непосредственное подчинение командующему Западным фронтом За зиму и весну 1944 года подрывник лично четыре раза ходил во вражеский тыл и уничтожил с группами на дорогах Орша-Горки-Шклов несколько вражеских танков, автомобилей, стационарную радиостанцию и другие военные объекты В апреле 1944 года инженерно-саперная бригада вошла в состав Белорусского фронта К этому времени уже существовало распоряжение о недопустимости использования штурмовых подразделений как стрелковых с выделением им полос обороны или наступления И бригаду, в которой служил Ефимов, командующий фронтом, готовил для взятия городов 24 июня 1944 года началась операция Багратион Когда армейские части вышли на подступы Корши, в дело вступили штурмовые группы саперов В взводу Ефимова поставили задачу овладеть одним из мостов через Днепр, южнее города При этом нужно было уничтожить два железобетонных дота по обе стороны моста Отлично справившись с заданием, штурмовики стремительной атакой блокировали один дот И в вентиляционное отверстие был опущен на шнуре мощный заряд, который вмиг разнес все его внутренности вместе с гитлеровцами Одновременно другой взвод таким же способом справился со вторым дотом А третья группа в результате стремительного боя разминировала мост В треугольнике Минск-Березино-Борисов была окружена большая гитлеровская группировка, которая отказалась капитулировать С 3 июля 1944 года за нее принялись все И артиллеристы, и летчики, и штурмовые группы саперов За два дня в районе села Раваническая Слобода подразделение Ефимова уничтожило до 200 гитлеровцев и около сотни взяло в плен В следующем задании подрывники участвовали в операции по освобождению заключенных из концлагеря в районе литовского селения Пирчупис Вся фашистская охрана и весь персонал лагеря были уничтожены Район Сувалковского воеводства в Польше был сильно укреплен гитлеровцами Оборонительные инженерные сооружения чем-то напоминали финскую линию Маннергейма Осенью 1944 года взводом Ефимова в этой полосе были подорваны десятки дотов и дзотов Захвачено несколько дамб, готовых к подрыву с целью затопления района наступления советских стрелковых подразделений Освобожден город Сувалки Во время этих сражений все бойцы овладели новым оружием, трофейными фаустпатронами И умело использовали их при уничтожении огневых точек противника 14 января 1945 года началась Млавско-Эльбингская операция Взвод участвовал в освобождении городов Мюльхаузен, Штум, Толькмед 26 января 1945 года Ефимов вместе с бойцами вышел на берег Данцикской бухты Что явилось окончательным фактом изоляции восточно-прусской гитлеровской группировки от остальной Германии Но взять порт Данцик с этого направления не представлялось возможным Поэтому войска приступили к прорыву вражеской обороны на главном направлении в районе Хайнувка Весь март 1945 года штурмовики Ефимова провели в боях на подступах к Данцику Применялись огнеметы, трофейные фаустпатроны, гранаты и подрывы стен Несколько раз исход сражения за владение объектами решался рукопашной схваткой Подрывники очистили от гитлеровцев порядка 45 городских зданий А также в одном из боев взяли в плен 32 немца, среди которых находились 4 офицера Они вышли из железобетонного дота с поднятыми руками и белым флагом, который означал капитуляцию 28 марта 1945 года город Данцик был полностью очищен от врага 29 июня 1945 года Вадиму Ефимову было присвоено звание Героя Советского Союза С вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова